Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас необычная передача, потому что я иду, и я приглашенный гость. И наш гость, который сидит напротив меня, тоже человек необычный, это Джо Гримм, журналист из Соединенных Штатов Америки, из города Детройт. Мы решили пригласить его для того, чтобы поговорить о судьбах городов и о том, как население этих городов, население регионов может влиять на их развитие. Чтобы было лучше, почему именно Детройт, почему именно Джо оказался здесь, я должен немножко рассказать вам об истории этого удивительного города. Детройт, пожалуй, один из самых известных американских городов, и он обладает не самой лучшей славой. Это город с такой нехорошей репутацией. Причем когда-то, чуть меньше ста лет назад, этот город был американской иконой. Это был город, где очень бурно развивалась наука и техника. Там работал Томас Эдисон, изобретатель электрической лампочки. Там построил свой завод Форд и три других крупнейших автомобильных концерна американских создавали свои заводы. Этот город бурно развивался, процветал, там строились лучшие музеи, там была прекрасная опера, прекрасно была развита транспортная инфраструктура. И многие американцы воспринимали Детройт как такой город американской мечты. Очень многие стремились сюда приехать для того, чтобы остаться там жить и работать. Очень большую в этом сыграли роль и средства массовой информации в Соединенных Штатах, которые прославляли Детройт как Мо-таун, как город вечного движения, город моторов. И так продолжалось довольно продолжительное время, несколько десятилетий. Но в послевоенные годы ситуация постепенно стала изменяться. Разбогатев, работающие американцы, в основном это были белые американцы с хорошим доходом, стали постепенно покидать пределы города, покупая себе дома в пригородах и расселяясь там. Опустевшие городские кварталы стали занимать чернокожие американцы с низкими доходами, страдающие различными социальными болезнями, безработные. И постепенно имидж городского центра Детройта стал ухудшаться. Он ухудшался на протяжении нескольких десятилетий тоже, и средства массовой информации тоже сыграли в этом немалую роль. Все закончилось очень печально. В 1967 году в Детройте вспыхнули массовые беспорядки на расовой почве. Несколько дней город был погружен в пожары, погружен в кровавый хаос, и американскому правительству даже пришлось ввести в пределы городской черты войска национальной гвардии. Это был один из немногих, наверное, случаев в истории Соединенных Штатов, когда фактически армейские подразделения участвовали в операции против собственного населения. Несколько сот человек было убито, тысячи людей были ранены. Но это было только начало настоящей трагедии для Детройта, потому что после этого восстания большая часть белого населения, а белого значит зажиточного населения и такого социализированного населения, она покинула городскую черту, выехала за пределы восьмой мили. Город остался во власти асоциальных элементов, и на протяжении нескольких десятилетий, почти 40 лет, Детройт постепенно приходил в запустение, он становился таким городом-призраком. И очень часто в американских фильмах, когда показывают разрушенные города, такие готические города-призраки, то чаще всего эти фильмы снимаются именно в Детройте, причем без декораций. Некоторые кварталы в нем действительно так и выглядят. В последние десятилетия появился ряд общественных инициатив, которые пытаются вытащить город из этой бездны, в которую он погрузился. Это проекты, которые родились и развиваются благодаря местным жителям, тем людям, которые живут в Детройте, белым и черным. И немалую роль в поддержке этих проектов играют средства массовой информации, в том числе и тех, в которых работает наш сегодняшний гость. Здравствуйте, Джо! Добрый день, Костя, я рад быть здесь с вами. Скажите, пожалуйста, действительно ли средства массовой информации могут оказывать существенное влияние на развитие города, на развитие территории? В Соединенных Штатах организации средств массовой информации являются такой же необъективной частью жизни города, какой являются банки, предприятия, образовательные учреждения. Очень часто именно средства массовой информации задают, так сказать, повестку дня городской жизни, они выдвигают темы, которые для города являются жизненно важными, они освещают и подготавливают ход избирательных компаний в городе, поэтому они играют очень существенную роль. Но что делать, если город плохой, и все новости, которые исходят из этого города, плохие? Журналисты не могут не давать новостей, а хорошие новости отсутствуют. Что делать им в таком случае? Ну, это серьезный вызов. Это действительно сложно. Но я хочу сказать, начать с того, что нету плохих новостей или хороших новостей. Есть новости. Например, новость о том, что злоумышленник был схвачен. Это плохая новость или хорошая новость? Новость о том, что был злоумышленник или о том, что он был схвачен? Я думаю, что существенной проблемой американских СМИ в наши дни является то, что они меньше озабочены содержанием новостей, как тем, чтобы подать их как можно скорее. Прежде чем раскладывать новости по полочкам, плохие новости, хорошие новости, легкодобиваемые новости, следует задуматься над тем, что важно, что определяет жизнь в данном городе, в данном месте. В Детройте, например, очень важной частью нашей жизни является музыка. Это всегда было очень важно, и об этом всегда много писалось и говорилось. Другой очень важной заставляющей жизни в Детройте является, естественно, производство автомобилей, и это остается важной темой, несмотря на то, что автомобили теперь производят и в очень многих других регионах Америки. Для нас также важно сейчас экономическое развитие, о том, в каком направлении идет и движется процесс. Сейчас в России и в Архангельской области очень много говорят о необходимости вовлекать население, вовлекать простых граждан в процесс управления страной или в процесс управления регионом. Вот есть ли интересные примеры того, как, ну скажем, в Мичигане или в Детройте простые граждане могли объединиться, организовать проекты, которые оказали серьезное влияние на развитие города или штата? Это очень хороший вопрос, Костя. Спасибо. Я хочу вот начать с того, что, конечно, выборы, они определяются выбором граждан, а не политиками. И здесь роль средств массовой информации, в частности, в проведении многочисленных статологических опросов. Можно спрашивать людей в ходе избирательной кампании неоднократно о том, что они думают о кандидатах, каковы их предпочтения. И, обращаясь к более, так сказать, качественной стороне, имеет смысл чаще спрашивать избирателей, с чего они ждут от своих кандидатов с точки зрения качественных изменений в их жизни. И вторая тема – это то, как проводятся всякие встречи с избирателями в ходе избирательной кампании. То, как это делается на востоке страны, постепенно стало как бы расползаться по всей стране. И это происходит у нас теперь так, что в какую-то большую студию приходит много жителей, приглашаются кандидаты, и жители напрямую задают свои вопросы, часто не очень приятно этим кандидатам, а не отдают эту возможность спросить за себя, допустим, прессе или каким-то отдельным представителям. Но вы говорите о классическом политическом процессе. Выборы – это часть политического процесса, в которых участвуют медиа, это понятно. Многие скептики говорят, что сейчас, в эпоху интернета и сетевых технологий, вообще нужно менять систему выборов, скажем, систему политического управления страной. Меня интересует, каким образом зарождаются и поддерживаются локальные инициативы, которые касаются либо ограниченных территорий, либо ограниченных групп населения, например. Например, в том же Детройте большая проблема – это наркомания или уличная преступность. Как с ними борются? Я абсолютно согласен с вами, что современные технологии действительно изменили все процессы. То, как мы выбираем наших лидеров, то, как мы голосуем за законы, как мы обсуждаем поправки к законам, и большую часть политических процессов это действительно изменило. И в этом смысле СМИ имеют и возможность, и средства, и обязанность выявлять те темы, которые являются наиболее жизненно важными для местных сообществ. Например, если мы говорим о наркомании, есть много разных способов подходить к этой проблеме. Например, здесь можно говорить о строгости законов, можно говорить о достаточной или избыточной строгости законов, можно говорить о недостаточном их воплощении в реальную жизнь, можно говорить о том, что это порождается бедностью, нищетой населения. Здесь можно подходить к этой проблеме с совершенно разных сторон. Я думаю, что для средств массовой информации важным вопросом и такой другой точкой является то, что они могут, так сказать, наткнуться на какую-то проблему, выявить ее и предложить обществу в качестве проблем, на которой надо заниматься, но общество не воспринимает это как проблему. И тогда стоит вопрос, а что же, собственно говоря, СМИ должны делать дальше? Можно рассматривать историю Детройта как большой социальный опыт. Это город, который пострадал из-за агрессии, из-за насилия. И мне интересно узнать, каким образом ведется ли какая-то работа со стороны общества и со стороны медиа над тем, чтобы снизить уровень этой агрессии, чтобы в масштабе города, в масштабе конкретной территории люди стали добрее относиться друг к другу? Прежде всего я хочу сказать, что, конечно, мы, те, кто живет в Детройте или около, мы не рассматриваем его ни как социальный эксперимент, ни как нечто подобное. Я вырос в Детройте, я живу около Детройта, моя сестра, мои племянники живут в Детройте. И для нас, конечно, это никакой не эксперимент, а жизненно важная ситуация, и мы, конечно, очень хотим, чтобы жизнь здесь стала лучше. Здесь для нас это всегда очень важная тема того, кто делает что, кто за что отвечает. Мы здесь живем в этом штате, в этом городе, мы считаем, что что-то надо делать так или иначе. Очень бывают случаи, когда центральные власти вмешиваются и говорят, например, что полиция Детройта действует недостаточно активно, надо действовать более активно, а не требовать, чтобы на это было отводилось больше средств и так далее. Это очень важно тоже для нас, что и как здесь распределяют обязанности и ответственности. Другой вопрос, что здесь мы также не вполне согласны друг к другу, мы даже не всегда понимаем друг друга. Например, часть наших жителей говорят, давайте постановим центр города, историческую часть, а затем более отдаленные районы последуют за нами. Но люди в так называемых спальных районах говорят, мы не можем ждать, пока вы там восстановите центр города, мы живем здесь и сейчас, и давайте займемся нашей жизнью, а центральная историческая часть, она подтянется. И учитывая то, как сильно сократилось население в Детройте, есть те, кто считают, что нам просто надо как бы закрыть определенные районы, потому что нам не хватает жителей на все то, что уже построено. Территория Детройта 143 квадратные мили, это огромная территория. То есть существуют различные проекты превратить часть этой территории, например, в фермерские хозяйства или просто обнести забором и прекратить туда подачу электричества, водоснабжения и вообще, потому что там недостаточно жителей, ради которых стоило бы идти на такие огромные расходы, которые требуются для поддержания жизнеспособности этих территорий. И сегодня нам, когда мы задумываемся над будущим Детройте, нам иногда кажется, что нет единого Детройта. Есть та часть Детройта, старая историческая часть, где жизнь идет ключом, где работают рестораны, где есть бизнесы, новые предприятия возникают. Я вот недавно там был, и там все выглядит, в общем, прекрасно, но встает вопрос, вытянет ли вот эта часть Детройта остальную его часть. У нас также обстоит расовый вопрос. Для значительной части Детройта вот эта тема белых и черных, она остается острой и актуальной. Хотя в Детройте исторически жили люди разных цветов кожи, разных рас, иногда кажется, что вот эта более состоятельная часть Детройта, она полностью управляется белым населением. А многие, так сказать, пригороды Детройта или более удаленные от центра района, части которых, в общем, полуразрушены, в основном населены черным населением. Хотя это не является абсолютным. Но вот моя сестра живет в таком смешанном расовом районе, где живут люди белые, черные, азиатского происхождения. Они вместе работают, вместе играют, вместе осуществляют какие-то проекты в интересах своего сообщества. Когда у них там оказывается, что из какого-то дома выехали, его покинули, они находят резидента для этого дома. Если опустил магазин, хозяева его оставили, они находят новых владельцев для такого магазина. И они, в общем, держатся за свой район, и они стараются его как-то улучшать, и не собираются оттуда. А какова роль в этом процессе местных властей? Ведь Детройт, он печально известен не только разрушенной инфраструктурой, но и коррупцией, которая всегда там процветала в мэрии и в прочих органах местного самоуправления. Вот как раз это к слову о том, что классическая политическая схема может быть там и не работать. Каким образом население влияет на власть? Каким образом оно добивается того, чтобы власти делали именно то, что нужно населению? I'm glad you asked that question. Спасибо, что спросили этот вопрос. У нас недавно был плохой мэр. Его зовут Квамикел Петрик, и сейчас он в тюрьме в Техасе. Часто он туда попал благодаря СМИ. И вот вы говорили о технологиях, о современных. СМИ как раз отследили его СМС-сообщения и выяснили, что он врал в суде перед судом присяжных. Речь шла в том случае о 10-миллионном платеже, который пошел не по назначению, и о том, как он пытался скрыть это. И это было только частью тех финансовых макинаций, которые он проводил, будучи у власти в городе. Тем не менее, мы по-прежнему верим, что свои власти люди должны забирать. И у нас верховенство закона, а не верховенство конкретно мужчины или женщины, как вы знаете, в Соединенных Штатах. И мы думаем, что принцип народного контроля и проверка выборов тем не менее остаются правильными, даже несмотря на то, что иногда мы делаем неправильный выбор. И я не уверен, что история нам приводит убедительные доказательства того, что одна система управления намного лучше, чем другая. Джо, вы первый раз в России и сразу попали в Архангельск. Это такое сильное впечатление, наверное, для человека из-за границы. Мне хотелось бы узнать, каковы ваши впечатления о городе и о наших людях. Мне здесь нравится. Я думаю, что здесь уже потолстел на пунктах на пять. Я был очень рад этой возможности приехать. Я здесь мало сплю, я рано стою, я поздно ложусь, я хожу гуляю, я хочу впитать себя столько и узнать о России все за те две недели, которые я буду здесь находиться. Я догадываюсь, что, может быть, это не очень возможно, но я буду стараться. А люди? Наши люди? Ну, люди-то мне нравятся больше всего. У меня, конечно, серьезные проблемы с языком, и это очень удручает. Поэтому я больше наблюдаю, я смотрю, как ведут себя с ними. Мне кажется, что у россиян очень теплое отношение друг с другом. Мне кажется, им нравится гулять. И быть активными. Конечно, те русские, с кем я общался, они, в общем, знают английский. Они любят Россию, они знают свою историю, и не ленятся рассказывать и объяснять этот человеку, которому, наверное, следовало бы знать больше о России, прежде чем сюда приехать. И последний, наверное, вопрос уже. У нас сейчас не самые лучшие отношения между нашими государствами, и можно столкнуться в интернете и даже в разговоре на улицах с проявлениями антиамериканизма среди русских людей. Сталкивались ли вы уже, замечали ли вы такие проявления в разговорах с нашими архангельскими людьми? Я совершенно ничего подобного не встретил. И я хочу сказать, что я вообще немало понесил по миру, и я уже пришел к тому выводу, что люди в разных странах, общаясь со мной как с американцем, не перекладывают на меня ответственность за действия моего правительства. Меня это даже несколько смущает, потому что они же знают, что я голосовал на выборах, и они вполне могли бы сказать, что вы проголосовали за то правительство, политика которого нам не нравится. Но я думаю, что люди, скорее всего, реагируют на меня или воспринимают меня как индивидуального человека, а не как представители американского правительства или американского государства. И я думаю, что именно так, наверное, надо и действовать. Надо воспринимать друг друга как личности, а не как представителей конкретных государств и их политики. И так узнавая друг друга, мы, наверное, сможем, в конечном счете, что-то менять в политике. И совершенно уже окончательно последний вопрос. Наша страна сейчас переживает не лучшее с экономической точки зрения времена, и наш регион, Архангельская область, он тоже не в лучшем экономическом состоянии. Вот вы как житель того места, которое тоже прошло через многие испытания, какие советы вы могли бы дать нам, жителям Архангельской области, россиянам, для того, чтобы лучше пережить это тяжелое время. Разговаривая с русскими людьми, сегодня как раз мне пришло в голову, что русские и жители Детройта имеют много общего. Одно из таких качеств, которые мы разделяем, это то, что мы не нытики. Когда наступают плохие времена, мы не сдаемся, мы не падаем, мы продолжаем идти, двигаться, развиваться, и ни русские, ни детройцы не сдаются. Спасибо большое. Можно сказать, что Джо уже стал на какую-то частичку, на какую-то долю русским, потому что действительно очень похоже на то, как мы думаем. Большое спасибо. О, thank you so much. Большое спасибо. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был Джо Гримм, журналист и преподаватель журналистики из Соединенных Штатов Америки, из штата Мичиган, из города Детройт. До свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok